библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий пьёч добыкин и мы с вами на библейском портале экзегета мы с вами продолжаем читать книгу иудив и сегодня девятая глава чтобы было понятно о чем речь в этой главе давайте вспомним что было раньше сначала мы скажем следующее книга иудив это книга не каноническая то есть она не входит в канон который признается иудеями и канон который признается многими христианами плюс к этому эта книга называю можно может быть названа роман с ключом то есть идет повествование упомянуты какие-то исторические фигуры но на самом деле это не конкретные вот эти люди а другие персонажи то есть это такие псевдонимы и если мы обратимся к тексту то там действует царь на уходоносор действует алаферн и вроде бы все происходит в шестом веке но на самом деле это другие события и другое время и так царь на уходоносор вел войну к этой войне он приглашал участвовать других другие народы но к нему многие народы не присоединились и после победы на уходоносор посылает своего военачальника алаферна отомстить наказать этим этим народом которые не были союзниками на уходоносора и вот алаферн воюет с разными разными народами и в конце концов он нападает на израиль который недавно вернулся из плена что уже свидетельствует что было все это не так и вот алаферн осаждает город который называется ведь силу я такого города в израиле не было он осаждает этот город и жители города сопротивляются но уже не остается ни еды не сил чтобы сопротивляться армия огромная и они решают подождать еще несколько дней и сдаться и вот на сцену выходит новый персонаж это женщина которую зовут иудив ее имя можно перевести как иудейка это женская форма имени иуда она вдова она скорбит о своем уже она носит одежды вдовства она молится поститься и она встречается с жителями этого города со старейшинами этого города и просит их повременить создачи и она обещает что она сможет решить эту проблему и вот 9 глава читаем некоторыми отрывками и разбираемся а люди впала на лицо посыпал голосу пеплом и сбросила для себя в речище которая была одета и только что вы ускурились в иерусалиме в доме господне вечернем фильм и иудив громким голосом вызвала господу и сказала пала на лицо то есть она стала на колени упала на лицо для нас православных христиан это понятно что это такое потому что мы делаем земные поклоны посыпать голову пеплом и так не делаем но на востоке вот движение брали пепел или брали пыль бросали на голову тем самым выражали величайшую скорбь величайшее смирение она снимает себя в речище в речище по-гречески там стоит слово сакос это такая одежда сделанной из грубой шерсти и ее носили аскеты либо люди которые постились молились а вот почему она ее снимает потому что для нее это одежды вдовство то есть она вносит это в речище потому что она стала вдовое в память о своем мужа дальше рассказывается о том когда иудив молится и она молится когда в иерусалиме в храме воскуряют фимеал давайте разберемся что это за событие и почему именно указывается на это время значит иерусалимский храм здесь он описан как построенный и это действительно было так когда евреи вернулись из вавилонского плена они восстановили храм и так храм двор во дворе стоит жертвенник на котором сжигают кровавые жертвы вот но два раза в сутки утром и вечером священник специальный священник подходил к этому жертвеннику специальными щипцами брал угли с этого жертвенника и эти угли переносил в крытое помещение которое называлось святое и в этом крытом помещении стоял столик небольшого размера где-то сантиметров 20 на 20 может чуть больше который был отбит золотом выкладывал на этот столик угли с жертвенника всесожжения и дальше на этот столик бросался ладан кусочки ароматической смолы но там он был изготовлен специальным способом который описан и в священном писании и в иудейском предании бросался поднимался дым и ну и как пока не сгораем этот ладан поднимался это вот этот вот столик назывался жертвенником курения и ладан который сгорал и дым который шел наверх символизировал молитву и ну и так считалось что вот именно в ускурение ладана это обязанность была священника но если вот сжигание просто жертв кровавых либо бескровных жертв но это такая знаете немножко рутинная работа хотя это скажем так в кавычках что это рутинная работа на самом деле к служению господу но скажем так жертв было много и их постоянно приносили то вот выскурение ладана считалось таким ну более возвышенным чем просто сжигание сжигание жертв и если мы читаем новый завет евангелия тлуки то там рассказывается что захарии священнику выпал жребий пойти и бросить ладан вот как раз во время вот одного из таких выскурений которые было либо утром либо вечером значит и поэтому вот время совершения воскурения она как бы выделялась и в дальнейшем у иудеев в соответствии вот с этим временем сложилась практика утренних и вечерних молитв поэтому иудеев молится не вот не в любое время а молится когда наступает вот положенное время это кстати тоже свидетельствует о том что книга была написана уже после возвращения из вавилонского плена потому что во время вавилонского плена иудеи по-настоящему обратились к истинному богу и по-настоящему старались исполнить волю божию а как исполнить волю божию обращаемся к священному писанию но священное писание не всегда объясняет что нужно или чего не нужно делать и поэтому вот после вавилонского плена у иудеев начало появляться предание которое дополняло священное писание уточняла те или иные обряды и вот молитва по времени это как раз вот именно обычай который возник уже после вавилонского плена обратите внимание иудеев она мирянка не священник и более того она даже не из рода священников но ей это известно известно когда надо молиться и вот она молится господи божий от самого симеона которого которому ты дал в руки меч на обещание на племенным которые открыли ложе сна дело для осквернения обнажили бедро для позора и сквинили ложе сна для посрамления ты сказал да не будет всего а они сделали и зато ты придал князей их на убиение постели которые видела обольщение их обогрел кровью и поразил рабов подле владетелей и владетели на тронах их и отдал жены их на расхищение дочерей в плен и всю добычу вразил сынам возлюбленным тобою которого заревновал твоей ревностью возгнушались и сквернеем крови и призвали тебе на помощь боже боже мой услышь меня вдову но давайте здесь разберемся какой истории на какую вернее историю иудей ссылается эта история которая описывается в первой книге библии в книге бытия и там была следующая история давайте вспоминать про отец иаков у него 12 сыновей и одна дочь эту дочь зовут дина евреи хотя они тогда еще нельзя было считать их евреями ну скажем так предки евреев жили обособленно они были оседлыми скотоводами и и отличались от тех народов которые жили в хана не и вот однажды дина решила пойти и посмотреть на дочерей местного народа на хананеев хананеи были земледельцами были язычниками но их язычество отличалась ну скажем так большой непристойности причем это не только с точки зрения верующих в истинного бога но даже с точки зрения других язычников и вот она идет и сын одного из царей одного из местных городов видит ее и ее насилует почему он так поступил экзегеты предлагают разные толкования ну в общем он ее насилует несмотря на то что он ее изнасиловал он она ему понравилась и он на ней решил жениться почему-то священное писание не объясняет он обращается не к иакову который отец димы а обращается ее старшим братьям симеону и левий с просьбой чтобы они ее отдали подобная практика действительно было когда женщина выходила замуж что она не как бы не сама по себе не с ней договаривались договорились либо с ее родителями со старшими братьями и вот эти старшие братья симеон и левий решают отомстить за свою сестру но как отомстить и вот здесь они идут на хитрость и вот недаром иудеев говорит об этой истории потому что она в дальнейшем тоже прибегла к хитрости ну коварств хитрости для того чтобы защитить свой народ но соответственно симеон и левий чтобы отомстить за свою сестру они говорят мы готовы отдать но условия следующие ты и весь твой город должен принять обрезание потому что мы обрезаны а евреи тогда уже обрезались а ханании нет вот вы должны принять обрезание и после этого мы сыграем свадьбу мужчины этого города подчинились решению своего царя они принимают обрезание все мужчины принимают обрезание и вот когда они после этой операции болеют симеон и левий берут мечи входят в этот город и устраивают резню священное писание говорит что они были вдвоем были ли с ними кто-то еще или не был это вопрос но и правда в любом случае стоит вопрос ну как бы такая трудность а как они смогли истребить мужчин целого города но не надо этому удивляться смотрите города которые были то там это были ну достаточно маленькие мы бы сказали это скорее деревня какая-то или вообще хутор однако ну считалось что это город потому что было было стена либо ров какой-то свалом был правитель был какое-то население хотя там может быть это несколько десятков а может быть несколько сотен человек вот но симеон и левий устраивает резню 49 главе книги бытия иаков когда благословлял своих сыновей уточняет что они не просто вырезали всех мужчин они еще и подрезали жилы у валов чтобы эти волы не могли пахать но здесь добавляется что они еще и этих женщин которые там были продали в плен и вот отсылка к этой истории то есть иудив обращаясь к этой истории она как бы говорит вот ты господи принял или даже точнее благословил вот это избиение вот это отмщение хотя если мы обратимся книги бытия то мы увидим что на самом деле и иаков ну и в дальнейшем сам господь не особо-то благословили такую такое дело потому что если мы обратимся если мы обратимся к тексту книги бытия то иаков грозит своим сыновьям спрашивает их а зачем вы это сделали что это может кончиться тем что нас истребят но а в дальнейшем симеон и левий потеряли благословение которое могло бы к ним перейти по по очереди но здесь вся эта история представлена положительно и возможно что со временем вот эта история которая не очень-то хорошая действительно такой в народной памяти стала восприниматься как положительная вот просто для примера первый царь евреев это был саул он был из колена вениаминова если считать книгу царств то начало истории показывает саул как положительного героя но как бы с каждой головой он становится все хуже хуже и хуже ну и в конце концов заканчивается ну так ну не очень с ним и он представлен такой не особо хороший герой однако как бы со временем царь саул стал восприниматься не так отрицательно как он звучит на страницах библии да впрочем и самой даже библии во второй книге царств царь давид на смерть саула отзывается таким покаян плачевным псалмом вот а в дальнейшем царь саул ну особенно среди колена вениаминова стал восприниматься достаточно положительно если мы вспомним апостола павла то апостол павел происходил из колена вениаминова и его еврейское имя шауль саул хорошо поэтому вот иудив обращается к этой истории она воспринимает эту историю положительно и берет ее как пример симеон леви здесь не назван симеон идет на хитрость чтобы отомстить и вот она тоже готова пойти на хитрость для того чтобы спасти свой город и свой народ хорошо читаем дальше ты сотворил прежде всего бывшие и сей последующие засим и удержал в имя настоящие грядущие и что помыслил ты то и совершил что определил то и явилась и сказано вот я ибо все пути твое готовы и суд твой тобой предвиден ну о чем здесь говорит так достаточно сложно иудив но еще хочу обратить внимание что она обращается к богу и говорит она вдова значит в священном писании бог о себе говорит неоднократно что он слышит молитву вдов и сирот ну и как бы она здесь вот ты же слышишь молитву вдов и я вдова поэтому услышь меня она говорит следующее что бог это тот кто сотворил то что было в прошлом то что будет в будущем бог все знает всю предвидит бог здесь не говорится что бог все предопределил и навряд ли из этого текста может можно вывести учение о предопределении но то что бог действует в этом мире и что он силен управлять этим миром здесь это звучит бог все знает бог все видит бог всем управляет ну давайте дальше читать вот а сириане умножили силе своей гордятся конем и всадником числаются мышцы пеших надеется и на щит и на копье и на лук и на прощу они знают того что ты господь сокрушающий брони ну здесь явно иудей пересказывает один из псалмов в котором говорится о том что эти на конях эти на колесницах а мы во имя господа бога иудейский народ это народ который избран господом и поэтому они являются его народом а бог это тот кто побеждает врагов бог неоднократно это показывал в истории еврейского народа и иудив может надеяться на помощь господа потому что евреи вот в этот момент когда она живет евреи не отступают от господа и она надеется на помощь свыше господь имя твое сокруши же же их крепостью силою твоей и ничтож их силу гневом тайм ибо они замыслили свернить святилище то поругаться над мирными селениями имени славы твоего и железом сокрушить рог твоего жертвенника здесь мы читаем конечно по-гречески но первоначально это текст был скорее всего семитский и вот ну в переводе на русский язык 0 там греческом тексте этот раз господь имя твое она ничего нам не говорит однако если бы у нас был бы еврейский подлинник или скажем так если бы мы услышали в живую молитву диффе то там она произносит имя господня у бога есть свое личное имя яхве и она здесь ссылается на это имя она просит о том чтобы и господь победил врагов почему потому что они замысли сквернить святилище это храм алаферн по приказанию на ухода носа должен был разрушать вот эти храмы не только храм истинного бога вообще храмы других народов и вместо этого вводить поклонение на ухода носу если эта книга описывает историю селевкидов скорее всего именно об этом речь идет на то мы знаем что антиох епифан вводил культ языческих богов и соответственно осквернение храма это не разрушение храма это превращение храмов и иерусалимского храма вместо для поклонения олимпийским богам поругаться над мирными селениями имени славы твоей здесь иудив говорит о том что вот города и селения в которых живут иудеи они носят имя божие то есть они принадлежат богу сокрушить рог твоего жертвенника здесь давайте разберемся значит жертвенник жертвенки сожжения впрочем как и жертвенник курения по углам имел такие выступы которые назывались рогами и эти рога используясь во время богослужения там помазывали кровью к ним прикасались вот их должны были сбить ну и соответственно тем самым осквернить жертвенник ну и давайте дальше читать возри на превозношение их пошли гнев твой на головы их дай вдове руке моей крепость на то что я задумала я устами хитрости моей паразии раба пред вождем и вождя перед рабом его и сокруши гордыню их рукой женской ибо невомножности силе твоей немогущих могущество той но ты бог смиренных ты помощнику умалиных заступник немощных покровителей павших духом спасителя безнадежных ну давайте здесь разберемся здесь достаточно все понятно она просит помощи и она говорит о том что она пойдет на хитрость об этой хитрости мы еще поговорим потому что история которая рассказана в этой книге это история действительно хитрости о том как иудив хитростью победила вот этого алаферна ну и соответственно всех врагов божьих здесь на что хотелось бы обратить внимание значит вот фраза порази раба пред вождем и вождя перед рабом его можно по-разному объяснять это место но скорее всего здесь можно перевести немножко по-другому иудив просит чтобы бог дал ей силы поразить вот вот этого вождя то есть алаферна пред лицом его рабов то есть вот этих воинов скорее всего имеется ввиду это но в любом случае можем и толковать так как переведено у нас раба то есть алаферна перед вождем перед новоходоносором и вождя новоходоносора перед рабом его потому что если бог поможет иудив и сокрушить алаферна тем самым будет нанесено поражение и новоходоносором подчеркивается что бог не сильными а в данном случае на выходоносор и алаферна конечно сильные но бог перед смиренными перед немощными и безнадежными и дальше иудив заканчиваем молитву давайте прочитаем так так боже отца моего и боже наследие израилева владыка небо и земли творец вот царь всякого создания твоего услышь молитву мою сделай слово мою и хитрость мой я ран и язв для тех которые задумали жестокое против завета твоего святого дома то высоты сиона и дома наследие сынов твоих вразуме весь народ то и всякое племя чтобы видели они что ты бог бог всякой крепости сила нет другого защитника рода израиля кроме тебя обращение которое звучит здесь боже отца моего значит это обращение которое было действительно иудеев боже отцов или боже отца моего значит имеется ввиду не конкретно отец иудеев и дан а вообще бог предков иудеев наследие израилева это как бы бог потомков израиля перечисляется что бог является владыкой неба и земли и творец вот значит если перевести с русского на русский то получается владыка всего здесь подчеркивается небо и земли творец вот если обратиться ко второму стиху книги битья то там говорится что вода прошу прощения земля была невидимо не устроена и дух божий носился над бездной да вот вода вода которая там была вначале под бог является творцом этой воды бог это правитель тогда были цари поэтому называется царем иудеев снова просит о том чтобы ее слова были хитрыми чтобы ей удалось обмануть врага ну и это нужно для того чтобы защитить дом высоту сиона это храм и весь народ значит здесь важным такой придут ну как бы предупреждение сделать иудеев молится не за себя не то чтобы ее хитрость ей помогла и принесла ей только пользу нет она просит чтобы ее хитрость принесла пользу народу божьему хорошо и так молитвы иудифи на этом мы заканчиваем девятую главу меня зовут дмитрий берч табыкин мы с вами были на библейском портале экзегет спасибо за внимание всего доброго до встречи дмитрий берч табыкин это было не только что что и и и и и и Продолжение следует...